итак 11 01 2018 года поехали поскольку нам открытий чудных готовит просвещение дух как и просила река клаус слушатели моего канала я немножко продолжу космическую тему вот по поводу меркурия но я хотел бы добавить такой я часто читаю мысли большинстве случаев чужие большинство скажет что вот да какие-то расходы сделать трубу вокруг всего юпитера получить энергетическую такую установку вечную да ну это какие затраты какие какие супер вложения нужны но я и говорю что я великий практик я же не ставлю задачу взяли и силы с течение года построили конечно нет так и не будет и и не планируется так но как можно сделать посмотрите можно найти зону соприкосновения как я рассказывал юпитер со стороны солнца разогреет со стороны обратной он наоборот он холодный как ледышка так так там супер холод и тогда ну и вот по поймать вот эту линию на разграничение да и там построить хотя бы часть чтобы тоже сушки который бы попадали одновременно и в холодную и в горячую зону но и и даже такие возможно естественно сдвиги планеты но можно же построить таких параллельных линий в разных местах чтобы та или иная область попадала под и потихоньку потом стыковать стука отковать трупы и наращивать где взял металл металл ну я как рассказывал микур курии это просто можно сказать металлическая планета да поэтому вот наша сверх глубокая боровая которую за хреначили коммунисты зачухали прохановцы там грудининцы и зюгановцы ну там джугашвили в цену все вместе вот ухайда как ли работу так сказать великую да вот зачухали вот но я хочу сказать другой момент как этот металл плавить ну это я был я еще посвящу этому как бы вопрос но и вы сами параллельно подумайте потому что ваши предложения могут быть лучше вот я сегодня был поставил я буду немножко давать задания потому что во всем дебильном мире в котором мы проживаем никто вот этими вопросами не занимается я вот единственный кто это поставил и тему практического бессмертия созвезднений космических технологий и криогенных камер да и криогенных технологий да и криогенных я отметил да как аляска понимаете вот если бы коммунисты воспользовались тем обстоятельством что великий лазарь подарил нам супер дорогой континент который бы нам приносил сейчас больше дохода чем вся вся великая россия потому что это можно было бы сделать местом криогенного захоронения всех богатых людей мира и естественно там бы стояли наши военные базы это охранялось это являлась бы наша собственность ну дурачки коммунисты всех запустили они не вот с одной стороны царское правительство открыла этот континент до достижения с другой стороны минус она неповоротливо не освоила этот континент не сделала хотя бы шаги к сохранению суверенитета за россии как ну в свое время сделала англия открыла австралию мы на нее не претендуем потому что это действительно был английский мореплаватель кук да вот так же мы это вот открыли мы могли бы стать как и луна является в общем не американская русской планетой и которую наверное должны осваивать совместно русские немцы да потому что ну одним нам и тяжеловато бы будет потому что наши космические станции там первые появились и появление там человека достаточно и особенно в то время и был бессмысленно да и не доказано до сих пор вот и вот в этих три ситуации в этой ситуации я хотел бы такую поставить задачу что нам важно было бы сделать при всей нашей мощи вот вроде бы существенный мужчин мы не решаем даже такие простические практические задачи прости ну достаточно простые ну например вот мы имеем смесь газов на вот надо вложить все вот это мы можем сделать сегодня на земле супер вложение это одна из ступеней в в реанимации солнечной системы там мертвых планет это будет сепарация вот этих газов разделение их на отдельные газы вот я хочу сказать но мне опять скажет ну вот ты предлагаешь затраты затраты ну а подумайте с другой стороны если вот мы научимся разделять газы на составляющие то посмотрите какие-то будут великолепные очистители воздуха как это скажется на здравоохранение как это скажется на доходах россии то которая до недавнего времени были называли легкими планетами поскольку половина лесов мира было у нас ну сейчас благодаря вонючим коммунистам не побоюсь этого слова всем этим кунвейбином мы не занимаем даже первое место вот к сожалению вот такова реальность вот такова хозяйственная деятельность те кто когда разверглись здесь небеса в 1917 году после майдана и Ресрёва море и двинулись оттуда бархановы грудинины и там зюкановы и прочие товарищи вот которые мне не товарищи и вот конечно как это все я говорю что я практик я практик как это все осуществить вот я думаю что только на основе частной собственности в России надо укреплять частного собственника мелкого среднего выращивать подводить его к решению к этих проблем потому что все что было вопреки коммунистам создано королем все они зачухали засвиначили вот если бы у нас были настоящие корпорации и они бы увидели что станцию мир уничтожает вандалы коммунисты они бы могли поставить вопрос ребром вам не надо давайте мы возьмем когда прохановцы грудининцы уничтожали тут у нас совхоз кировец да тепличное хозяйство каждая теплица по тысячу эти корпорации действительно ответственные могли ударить кулаком и сказать а с какой стати вы правящие коммунисты это делаете мы согласны это взять тогда передайте нам это бесплатно или за какую-нибудь символическую сумму или за какие-то существенные пусть даже существенные деньги но нет это было все перебито из нахраченной свинячина и вот я не допускаю мысли что если у нас хоть один к коммунистина останется на он выбил то чтобы и будто сможем осуществлять вот эти прав потому что везде хорошо где их нет даже страны которые не достигали там сям таких-то результатов но которые вот тем хорошо что там нету ни коммунистов ни бандеровцы да ну это плодят крови я бы не от яблоньки недалеко падают вот и там получались какие-то вот замечательные результаты и почему на основе частной собственности чтобы эти всякие как капризные мерки не коммунисты свой стрит там всяко вот это политиканская люди ну как бы сказать бизнеса частной собственности легче поймут друг друга легче озадачиваться общими проблемами надо чтобы сдвинуть вот эти проблемы не менее миллиона человек по всему миру ну и нужен конечно как бы сказать лидер ложь потому что без этого ничего не будет пока это вот только я потому что никто не ставит вопрос я почему оставляю свой и номер счета и все потому что ну как бы понимаю смогу сказать так что не только потому что без денег что-то либо решить трудно решить наш это неправильно но это так но и знаете по такой простой причине что если бы я видел что человек готов не только на словах поддержать где-то хоть и маленькой какой-то частицы хоть там полрубля да хоть и это сразу что вот рядом с тобой человек который хоть пальцем но готов пошевелить в реальном осуществлении этих задач это очень бы придавало силы хоть и даже конечно доброе отношение ну и и причем это не обязательно должно быть и даже мне больше интересно не материальная какая-то поддержка а именно вот морально что чем куда-то послал куда-то что-то порекомендовал каждый день бы делал хотя бы небольшой шаг навстречу но если это было бы миллион человек то представляете какая-то суммарно то было бы сумма действий положительных мы бы каждый день меняли нашу обстановку ну сегодня мы имеем альтернативу конечно вот откопали нам этого в груди не надо я хочу сказать что вот к про этого коммуниста но он был в этой в единые россии в партии олигархов если вы хотите вот такой лживые живого человечек а ну пожалуйста понимаете да вот фактически он как утверждает семьдесят пять тысяч рублей на человека в колхозе у него платят но платят ему как при том что он имеет как капиталист четыре процента это между прочим получается капиталистическое предприятие где он ну как бы если бы не если даже предположить что остальные имеют по там ну скажем по каким-то долям процентам на работники совхоза да а вот четыре процента то он получается главный там капиталист и вот и другое решение то есть без всякого коммунизма поганого вонючего сделали процветающее предприятие если если это вообще не сделано на деньги ходорковского и прочее тогда получается вот рецепт что не надо никакого как а вот что коммунистам надо по всей стране которые запругили все наши органы власти все ключевые предприятия все 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 забили своими телами то вот им надо брать не по пятьдесят процентов как они везде хапают русские там работают они все сгребли пятьдесят процентов не не работают жируют и прочее а всего четыре процента и может быть везде и будет даже при той убогой политической юридической так сказать составляющей дебильной совершенно отстойной да то при этом даже мы будем вот иметь столь процветающие государства может быть процветающие по сравнению с тем что было может быть для конечно европы не какие-то там тысячи долларов это и деньги может быть и небольшие деньги вот ну как бы для нас это был бы существенный какой-то шажочек шаг существенный и всего это надо всем коммунистам взять в толк что не надо брать пятьдесят процентов а четыре и как-то это может быть даже законодательно закрепить потому что вот уже на западе если десять процентов получает уже очень успешное предприятие так что четыре процента который он себе гребет это не очень так сказать мало а вот на эти четыре процента в качестве ну так сказать своего хобби может и строить колхозы они намереваясь к нам залезть карман и за наш счет экспериментировать со всякой дурью ну вот как бы ну вот поэтому выбираете или великие дела или освоение космоса или супер медицина и или груди или коммунисты груди которые сегодня в единой россии завтра в кпр завтра еще американцы его позовут он придет к американцам и еще ну это такая продажность вполне свойственно для коммунистов которые будучи вулгарными материалистами все они так и мыслят кто кормит тот и хозяин мне так они некоторые из них даже и не стесняется об этом так вот открытый говорить ну всего доброго как бы немножко продолжение вот эти таким таким н и